Фёдор Кондаков и не думал, что свяжет свою жизнь с милицией. Окончив 10 классов, пошёл в армию. После попытался устроиться на завод, но его отговорили. На выбор профессии Фёдора Кондакова повлияли братья, которые на тот момент работали в милиции. Ну, я деревенский парень, поэтому я, наверное, мечтал быть трактором, комбайном, может быть, машиной. У меня в милиции служили уже три брата. Два двоюродные, один родной. Ну, после того, как приехали два брата и составили со мной беседу, у меня, в принципе, не оставалось другого выбора. Мужчина начал свой профессиональный путь в Октябрьском РУВД. Через год поступил в Новосибирскую школу милиции. После окончания в сентябре 1988 года по распределению попал в Искитим. Через пять лет здесь образовалась группа по незаконному обороту наркотиков, которую возглавил Фёдор Кондаков. А в 2001 году он стал начальником отдела уголовного розыска. Наверное, самая главная польза от нас – это помощь людям. Вот потерпевшие, в отношении, у них совершается какое-то правонарушение, там, имущественное, допустим. Ну вот, мы это всё переживаем вместе с ними. И когда, допустим, раскрываешь преступление, изымаешь похищенное, возвращаешь потерпевшим, ну, у них на лице радость, у нас тоже. Мы получаем от этого удовлетворение. Фёдор Кондаков начал работать в Искитиме в звании лейтенанта, а закончил службу полковником в должности начальника криминальной милиции. Сын мужчины пошёл по стопам отца и связал свою жизнь со службой. Я думаю, это уже династия, потому что у меня и потом племянники после меня пошли работать в милицию. В настоящее время в полиции в Новосибирске служит мой сын. Так что, ну да, получается династия. За годы работы более тысячи преступлений. На раскрытие некоторых из них потребовались годы. Иногда правонарушителей находили быстро. Вечерком как-то пришёл, совершенно по-другому делу. Постучал. Мне спокойно открыли, я зашёл. На кухню прошли, вижу такую картину. Стоят весы, значит, расфасованные по граммам наркотические средства. И с полкилограмма опия, наверное, ещё не расфасована. В 2011 году Фёдор Кондаков ушёл на пенсию. Из собственного опыта мужчина делится. Лучше правонарушения предотвратить, чем раскрыть. Хороший полицейский тот, кто может расположить к себе человека, будь то потерпевший, очевидец или преступник.